привет друзья сегодня будем заправлять картридж samsung 504 внешне он очень похож на hp 540 или canon но 45 054 для заправки нам понадобится плоская отвертка крестовая отвертка также салфетка и чип который мы будем менять добро пожаловать на канал сам себе мастер здесь вы найдете подробные инструкции по заправке картриджей а также ремонту принтеров и инфу подпишитесь на канал оставьте комментарий поставьте лайк и так приступим для начала с двух сторон надо снять пружинки для этого вставляем отвертку плоскую в пружинку и стягиваем ее с зацепа также советую взять какую-нибудь коробочку для винтиков и пружинку вот сюда мы будем все собирать с другой стороны также вставляем отвертку в пружинку и стягиваем ее с зацепа теперь откручиваем по два винта с каждой стороны после этого поддеваем в местах зацепа и снимаем боковые крышки сначала одну затем другую также подцепляем зацеп в этом месте и снимаем ее затем разделяем картридж на две половины снимаем фото барабан снимаем вал заряда а также вал очистки и высыпаем все содержимое бункер отработки затем если есть специальный пылесос можно пропылесосить если нет просто чистим кисточкой протираем чистящий вал ставим на место затем вал заряда протираем сухой салфеткой и затем фото барабан аккуратно протираем сухой салфеткой вставляем с одной стороны затем с другой это половина картриджа готова берем другую половину картриджа со стороны контакта откручиваем еще два винта снимаем крышку с контактами под ней находится пробка которая закрывает отверстие для засыпки тонера вынимаем эту пробку и высыпаем остатки тонера делается это для того чтобы не смешивать тонеры которые мы засыпаем и который остался так как иногда они бывают не очень совместимы и приводят к дефектам при печати затем с другой стороны откручиваем еще один винт и снимаем направляющую вала проявки затем снимаем вал проявки не потеряйте втулки и теперь можно снять дозирующие лезвия откручиваем еще два винта аккуратно снимаем дозирующие лезвия и еще раз высыпаем остатки тонера затем если есть пылесос специальный можно пропылесосить если нет просто чистим кисточкой или салфеткой теперь проверяем дозирующие лезвия на наличие налипаний на нем если они есть аккуратно их счищаем после этого ставим дозирующие лезвия на место и фиксируем его винтами и и и Вставляем с одной стороны втулку. Затем протираем вал проявки сухой салфеткой, с другой стороны надеваем на него другую втулку и ставим его на место. Затем надеваем на вал проявки направляющую. И фиксируем ее винтом. Теперь можно засыпать тонер. Берем совместимый тонер, встряхиваем его и засыпаем через отверстие. Я засыпаю обычно примерно на две трети емкости. Закрываем отверстие пробкой. Ставим крышку с контактами и закручиваем в нее два винта. Прокручиваем вал проявки. Слой тонера на нем должен быть ровный без полосок. Эта половина картриджа тоже готова. Приступаем к сборке. Соединяем половины картриджа. Прежде чем поставить боковые крышки на место, надо заменить чип. Извлекаем старый чип. Берем новый. Вставляем его. И после этого ставим боковую крышку на место. вот таким образом. с другой стороны также одеваем боковую крышку. и затем закручиваем в них по два винта. Теперь берем пружинку, вставляем в нее плоскую отвертку. Одним концом надеваем ее на зацеп. и натягиваем на второй зацеп. Пружинка одета. Так же поступаем с другой стороны. Вставляем. Надеваем на зацеп. И натягиваем на второй зацеп. Теперь картридж полностью готов к работе. Проверяем, как вращается фотобарабан. Можно оставлять его в принтер. Если понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. И оставляйте комментарии. Обязательно на него отвечу. Будьте счастливы и здоровы! Будьте счастливы и здоровы! Попришем. Будьте осиниму лайк.